Незаметный, но катастрофический вред от употребления. Производители СНЮСа настаивают. Это лишь аналог сигарет. С таким утверждением не согласны медики, что на самом деле скрывается под заманчивой упаковкой, выясняют в лаборатории Оренбургского областного наркодиспансера. Образцы СНЮСа сюда стекаются со всей области. Эта партия была конфискована в Орске. Специалисты проводят детальное исследование содержимого каждого пакетика. В данной смеси было обнаружено высокое количество никотина. Мы его видим на крантограмме. Один пакетик СНЮСа содержит запредельную дозу никотина – 40, 60 или даже 90 грамм. Это как выкурить одновременно целых две пачки сигарет. Эксперты исследовали больше ста различных видов бестабачных смесей и пришли к выводу – состав вещества крайне опасен. В каждой из образцов обнаружено высокое содержание никотина, а также ряд тяжелых металлов. Таким образом, употребление данных смесей может заказать непоправимый вред здоровью. В состав бездымного табака входят еще и канцерогены, в том числе никель, радиоактивный полониум. Даже в малых дозах они провоцируют развитие раковых опухолей. Кроме этого, употребление СНЮСов очень быстро развивает зависимость. Ее специалисты сравнивают с наркотической или алкогольной. Молодой растущий организм испытывает огромное токсическое воздействие, которое бесследно, конечно, не проходит. Ну и учитывая вот эти дозировки огромные, то есть очень высокую дозу никотина, происходят очень серьезные изменения во всех органах и системах. Употребление СНЮСов не проходит бесследно. По всей стране волна отравлений. Школьники попадают в больницы в тяжелейшем состоянии. Подобные случаи и в Оренбурге. Несмотря на массовые изъятия бездымных сигарет, подростки находят лазейки для приобретения смеси. В свободной продаже это вещество в интернете, в социальных сетях создают целые группы с подобными предложениями. Анастасия Синченкова, Георгий Бурлуцкий, Владислав Горбунов. Новости дня.